Итак, давайте рассмотрим его поближе. На велосипеде стоит вот такая надпись Lexus Strike, но на самом деле это не Lexus. Это китайский аналог, 2013 год. В интернете вы можете его найти как Lex Strike. Сейчас я вам расскажу, чем он отличается от оригинального Lexus и покажу. Первое, что бросается в глаза, это вот такое крыло, которое защищает колесо от попадания грязи, если будете ездить по лужам. Далее это вот такие дополнительные педали, которые складываются в нашем варианте. Вот так вот легко убираются. Далее обратим внимание на сиденье. Оно у нас с ограничителем, с бампером вот таким мягким. В оригинальной модели здесь будут пятиточечные ремни безопасности. Ну, что лучше для вас, выбирайте сами. Обратим внимание на управление велосипедом. Как вы видите, я спокойно могу управлять родительской ручкой передним колесом. Здесь вот так все аккуратненько закрыто это управление. Козырек у нас не опускается, в отличие от оригинала, зато имеет три уровня. Вниз опускаться. Также его можно легко снять. Для этого вот здесь нужно открутить две втулки. И потом он вот так легко вынимается. Вот я его сняла. Я его сняла и также эти втулки сейчас закрутим на место. Дарительская ручка тоже достаточно легко вот здесь отцепляется и можете ее снять. Далее, чем еще он отличается от оригинального Lexus? Во-первых, очень вместительная корзина. Если вот так посмотреть, здесь еще вот дополнительный подъем у него есть. И корзина на липучках. В оригинальном Lexus здесь кнопки. Ну, зато кнопки у нас есть вот здесь, на сумочке. Вот таким образом она прикрепляется. Так же вы можете снять здесь все на кнопках. Все снимается, бампер тоже снимается. И велосипед превращается в обычный трехколесный. Так, ну давайте теперь рассмотрим подробно еще козырек. Здесь есть такое окошко, чтобы можно было видеть ребенка, который сидит в велосипеде. И вот такая замечательная подушечка мягенькая под голову, чтобы ребенок не ударился. Ну, так же я вот загрузила сейчас портфель старшего в багажник. Вы видите, насколько здесь большая сумка и это все еще может закрепляться вот такими штучками прекрасными. Ну, достаточно хорошо держится. Ну, и сейчас посмотрим, как он ездит. У него достаточно тихий ход. То есть его не слышно. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»